всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня четверг и сегодня мы возвращаемся к нашей доброй традиции четвергов и будем говорить о всем том что помогает нам в саморазвитии и самореализации сегодня с большим большим удовольствием расскажу о пяти книгах которые за наверное последние годы своего чтения литературы я нашла одними из самых самых интересных часть этих книг она будет посвящена авторам которые оставили большой отпечаток на мировой литературе и истории этой литературы и часть книг она будет посвящена писателям которые работают сегодня которые в общем-то написали свои произведения в недавнем времени и в общем-то некоторые из них до сих пор с нами до сих пор работает и в общем-то их работы мы можем не только читать но и с удовольствием ожидать новые произведения и первое из книг которых которых я сегодня хочу поговорить эта книга которая называется герцог автором этой книги является канадский может быть уже позже можно сказать американский писатель soul below и эту книгу я наверное из его произведений прочла самой первой и была под глубоким впечатлением soul below он на самом деле вот последних наверное 30 50 лет один из самых таких обсуждаемых авторов один из самых противоречивых авторов потому что с одной стороны это великолепный гениальный писатель который выиграл все награды литературные которые только можно выиграть в том числе он получил и нобелевскую премию за свои труды за свою работу и за инсайт в человеческое восприятие за инсайт в глобальную культуру человечества и в общем за все те работы которые он за свою жизнь написал в то же самое время многие говорят о том что вот ничего особенного в его книгах нет они порой слишком монотонны слишком скучны но я думаю что уж точно это один из тех писателей о которых суждение нужно создавать самому после прочтения хотя бы нескольких книг и вот первая из этих книг это герцог история об одном интеллектуале он профессор имеет блестящую прекрасную карьеру и очень большие перспективы он также пишет и он женится на красавице девушки которая в общем-то по итогу разрушает его жизнь и тут начинается все самое самое интересное герцог он вроде бы как бы не ведет такой образ жизни и не реагирует на все метаморфозы своей жизни агрессивно как-то вспыльчиво и очень уж громко но его реакция она одновременно наполнена всеми возможными эмоциями начиная от ярости заканчивая обидой и не знаю там ненавистью гневом и так далее но он эти все эмоции все свои мысли и раздумия насчет жизни и несправедливости жизни он их выплескивает на бумагу он пишет сумасшедшие письма всем кому он только может эти письма написать друзьям врагам знакомым коллегам знаменитостям людям которых он в принципе не знает и в общем то в этих письмах он погружает читателя в глубокий глубокий мир его внутренних переживаний и всего того что он хотел бы сказать этим людям но никогда не говорит и большинстве случаев все эти слова они остаются исключительно на бумаге ну и параллельно его этим сумасшедшим письмам конечно рассказывается о том как развивается его жизнь и чем же она по итогу заканчивается великолепная книга безумно глубокая ее и читала на самом деле значительно дольше чем другие но с огромным интересом и огромным таким напряжением потому что пишет below действительно гениально и эту книгу я рекомендую к прочтению следующая у нас автобиография алисы б толклас написано гертрудой штайн вот так эта книга выглядит у меня она тоже как и первое собственно и все остальные на английском языке но эту книгу также можно найти и на русском написал эту книгу гертруда штайн или встань как кто произносит и в общем-то штайн она является одной из самых важных фигур в литературе в принципе наверное начиная с 20 века она представительница так называемого пропавшего поколения она сама называет это поколение именно так то есть это те люди которые родились как раз таки на время первой мировой войны многие из них участвовали в этой войне и вернувшись после первой мировой войны из европы в америку они столкнулись с тем что жизнь в америке она продолжается своим чередом и никто в общем-то особо с большими овациями этих героев войны ты не ждал и многие из них сталкиваются с огромным разочарованием монотонной какой-то не глубокой американской жизни и понимают что им в общем-то сделать здесь нечего и они должны искать себя заново где-то в другом месте и таким образом многие гениальные действительно гениальные люди искусства они отправляются в во францию в париж в то время в париже жизнь достаточно дешево и туда съезжается действительно весь мир начиная от пикассо матиса заканчивая гертруда иштайн хемингуэем фитч-джеральдом эзре паун и другими другими выдающимися писателями художниками в общем-то гертруда приехав во францию за своим братом она открывает свой салон то есть в то время популярной истории были такие салоны когда в определенный день недели вся элита парижа она приходит к тебе в гости и в общем-то там происходят такие вот встречи дебаты беседы ужины обеды и в общем-то часами часами великолепные люди живущие в париже они друг другом общаются дни свои все эти великолепные писатели в этом случае в основном на них сделан акцент хотя гертруда штайн она коллекционирует картины и она обожает искусство то есть для нее искусство это вместе с литературой большая большая любовь и жизни но если говорить о писателях то они конечно все свои дни проводят в основном в кафе потому что в кафе не нужно платить за электричество там всегда тепло и в общем-то кофе тебе всегда подадут хотя кофе наверное самый менее популярный напиток там они пили алкоголь целыми днями встречались разговаривали пили безумно много пили большинство из них на самом деле и по итогу спились и закончили свою жизнь но не очень хорошо но если говорить про гертруду штайн она как раз таки тот человек который повлиял на литературу и работу трех поколений писателей самый наверное яркий пример это хэмингуэй можно сказать что гертруда штайн в принципе воспитала хэмингуэя и она была его учителем в литературе несмотря на то что уже второй половине жизни они сильно сильно разругались и разошлись но тем не менее это неоспоримый факт что гертруда штайн она воспитала хэмингуэя и вот в этой книге описаны жизни и безумные дни людей в общем-то эпохи гэтсби и наверное вот то что мы видели фильмы фильме о гэтсби все вот эти тусовки невероятно красивые наряды и в общем-то такая вот роскошная жизнь в общем-то с шампанским вечным этих людей это собственно тот образ жизни который вели все эти выдающиеся люди в 20-х и 30-х годах после первой мировой войны так что эта книга она действительно считается одной из самых самых значимых книг этого времени и сама штайн она великолепно пишет и она на самом деле одна наверное самых часто публикуемых писателей того времени чего не можно сказать о например фит-жиральди и хемингуэй которые страдали в то время их они с трудом публиковались но в то же самое время она была наименее признанным писателем того времени в том числе кто же такая алис б токлас это ее компаньон верная соратница и подруга жизни с которые они провели многие многие годы вместе и в общем то она здесь выступает как такая рассказчица этой книги в виде главного персонажа что у нас следующие серьезные книги и про них я наверное бы две книги рассказала бы в одном сегменте потому что они на одну и ту же тему тема такая глубокая наверное больше грустная но я как-то всегда интересовалась этой темой и всегда интересовалась такими глубокими историями судеб людей и поэтому эти книги меня сильно сильно привлекли первый автор который написал книгу это кристофер хитчинс и второй это пол колоните оба этих авторов в этом случае книга пола колоните это книга кристофера хитчинса оба они писали о смертности и обе эти истории они выдающиеся тем что двое гениальных людей каждый в своей отрасли они в один момент узнают о том что они серьезно больны и если говорить о кристофере хитчинс и я уже о нем немного рассказывала в один из наших четвергов кристофер хитчинс это американский писатель аналитик политический обозреватель у который посетил огромное количество горячих точек во всем мире и в общем-то всю жизнь посвятил ораторству и писательству и в этой это последняя его книга на русском она называется последние сто дней на английском и называется mortality и в этой книге он рассказывает о своих переживаниях последних своих дней когда он узнал что он болен раком и в общем-то здесь он пишет о его глубоких мыслях значение жизни того для чего он живет предназначение и о том что единственное что заставляет его желать умереть это страх того что он не сможет больше писать чему сильно способствовала химиотерапия когда как он сам называл это химический мозг когда после этой терапии мозг человека просто не функционирует и он не способен на ни одну вообще здравую и четкую чистую мысль и здесь он как раз таки рассказывает о своем пути и насколько он был поражен реакциях христиан многие из них в общем-то писали ему письма о том чтобы он выздоровел обязательно поправился и о том что они организуют не молитв за него другие в свою очередь писали ему о том что он получил то что заслужил в общем-то дьявол во плоти и сдохни поскорее и мы будем молиться о том чтобы это скорее произошло и третье писали ему о том что ну что ж теперь ты готов поменять свое мнение обратиться к богу последние свои дни и он в общем-то поразил тем что он до последнего стоял на своем и до последнего он говорил о том что я в общем-то уверен своих мировоззрениях и не намерен менять ничего в своей жизни даже перед смертью естественно после того как он умер о нем скорбила огромное количество людей во всем мире это также выдающиеся писатели выдающиеся ученые то есть круг его самых близких соратников также здесь одну главу написала его жена и в общем то эта книга она действительно очень глубокая и великолепно описывает состояние человека перед смертью и вторая книга это книга пола колоните я уже показывал и называется она with breath becomes air или по-русски когда дыхание растворяется в воздухе почему эта книга привлекла мое внимание наряду с кристофером хитчинсом пол клоните на мой взгляд является выдающимся человеком он был нейрохирургом который в этой книге рассказывают свою историю о том как он сменил свой хирургический халат на робу пациента в тот момент когда он сам заболел раком его жена была беременна она родила маленькую дочку с которой ему посчастливилось провести свои последние дни но эта история ровно так же как история хитчинса она рассказывает о том насколько человек может достойно принять свой диагноз и насколько сильно может в человеке преобладать желание свои последние дни посвятить чему-то большому великому а не унынию и в общем-то печали и горечи того что его скоро не станет и в этой книге он рассказывает как он пришел к медицине так как медицина медицина не является его первым образованием почему ему всегда было интересно в общем-то именно хирургия и какие вопросы двигали а в частности один очень важный вопрос как человек может житься со смертью и как он вообще может себе осознать вопросы смертности и что с ним происходит и наверное к сожалению можно сказать что он сам смог ответить на эти вопросы исходя из своего опыта и очень интересный еще факт об этом авторе о книге не знаю для меня он очень-очень такой противоречивый опять же его жена люси которая поддерживала пола во всем этом пути до последнего и которая на самом деле закончила эту книгу за него она также была свидетельницей переписки пола с женщиной которая также была замужем с детьми и болела раком и тоже написала книгу о своем пути и после смерти и пола и той женщины в общем-то люси написала мужу вот этой женщины для того чтобы выразить свою свои соболезнования и в общем-то спросить как у него дела и ну так как они до этого общались то в общем-то это этот разговор он был достаточно логичным и во прошествии некоторого времени и такого общения в общем-то люси с этим мужем умершей женщины они стали парой и вместе стали промоутировать эти две книги путешествовать по америке я думаю также по другим странам мира и презентовать две книги одновременно и в общем то таким образом образовался новый союз ну не знаю не хочется чтобы эта история как-то отвлекала от главной мысли книги но тем не менее такая история существует и было очень интересно посмотреть собственно также передачи на эту тему и как же у них дела следующая книга и последняя книга на сегодня это книга тревора но которая называется born a crime или если на русский язык перевести рожденный в преступлении эта книга также очень-очень интересна своей история и биографии как раз таки вот этого молодого человека тревора но который родился в южной африке во время когда союз между белым человеком и черным человеком был преступлением и карался законам и людей которые были уличены в сексуальных отношениях между расами их сажали в тюрьму на пять лет так вот его мать она родила тревора от белого мужчины он был швейцарцем и здесь эта книга рассказывает о том каково жилось в африке в эти времена расизма и этих жутких законов когда люди которые в общем-то рождались в это время и были смешанные расы они не могли свободно в общем-то общаться со своими родителями и вести нормальный образ жизни как и в принципе детям полагается большую часть своего детства тревор провел в помещениях в доме то есть его прятали потому что цвет его кожи был светлее если его мать она гуляла с ребенком и отец в общем-то находился с ними то они должны были идти по разные стороны улицы и мать всегда если кто-то спрашивал говорила что она его нянечка то есть она никогда на публике не признавалась о том что она его мать и в общем-то тревор рассказывает вот эту свою историю детства всех сложностей его безумно близких отношениях с матерью и о том как он в общем-то как его жизнь изменилась после того как право правительство правительство южной африки было было свержено и пришли новые законы которые в общем-то отменили все эти жесткие правила для людей разных рас сегодня тревор ноу живет в нью-йорке он популярный ведущий the daily show очень популярный молодой человек и в общем-то телевизионный деятель поэтому крайне интересно почитать эту книгу помимо этого он еще и занимается стендапом то есть он еще и комик соответственно очень интересный человек с очень интересной историей так вот на сегодня это все книги о которых я хотела вам рассказать очень надеюсь что хотя бы одну из них или может быть даже все эти книги вы сможете для себя найти и прочесть они существуют также в аудио формате и в электронном формате так что доступны уж точно для широкой публики ну а на этом я заканчиваю свой выпуск пишите в комментариях какие ваши любимые книги может быть и я найду что-то новое для себя и смогу прочесть что-то действительно стоящее и интересное но мы с вами увидимся уже завтра завтра пятница и завтра у нас отчет нашей беременности доброго дня вам желаю на этом заканчиваю свой выпуск подписывайтесь на мой канал нажимайте на звоночек нажимайте на лайки и комментируйте под видео в разделе комментариев все до завтра пока